Без хозных исторических памятников не осталось. У каждого в центре столицы уже есть собственник, так что акционов больше не планируется. Зато желающие могут приобрести акции метростроя и казанских рынков. Многие муниципальные учреждения переводят в акционерные общества. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии подвели итоги работы за прошлый год комитета земельных и имущественных отношений. Тему продолжит моя коллега Альбина Батаршина. Прибыль выросла вдвое, а убытки сократились в 3,5 раза. За муниципальные имущества приносят в столице миллиардные доходы, в основном от сдачи в аренду земель и зданий. Даже муниципальные учреждения уже не настолько убыточны. Однако МУПы все равно постепенно ликвидируют. Из 36 в этом году 11. Часть ожидают банкротства, другое переведут в ОАО. И у казанцев появится возможность купить их акции, к примеру, КАЗ метростроя или рынков. В ОАО метрострой. И в этом году планируем выставить, кроме того, что уже выставили акции рынка в поселке Тербуршке, так называемый колхозный рынок номер 3, выставили. Плюсом уже выставляем 30% акций. То, что осталось в муниципальной собственности, это в стоматополиклиники номер 9. Плюсом в этом году выставляем акции московского и новосавинского рынков. В частные руки не передадут автотранспортные предприятия и департамент продовольствия. Мэр предложил создать еще одно муниципальное учреждение – Музей современного искусства. Сейчас активно идут работы в новом здании картинной галереи Константина Васильева. Она будет в два раза больше, кроме того, в проекте кафе и парковка. В конце месяца подрядчик приступит к внутренней отделке помещения, а как окончательно потеплеет и к ремонту фасада. Другая имущественная новость порадует многодетных. В мае начнут распределять участки в поселке Сокуры. Именно здесь и хотят многие построить дом. 1400 прирост многодетных семей. Да, мы по первому разу всем предложили, но согласились только 1500 человек. То есть остальных также надо обеспечивать. Поэтому и сударь держит на своем контроле и говорит – запускайте быстрее Сокуры. Там более 1000 участков однозначно будет. Однако и этого на всех желающих не хватит. Поэтому исполком ведет переговоры с Москвой о передаче казанским многодетным семьям федеральных земель. Альбина Батышина, Адель Миндебаев, Вести, Татарстан.